В столице, да и других крупных городах нашей страны, тема домашнего насилия освещается часто, если не сказать постоянно. В нашем же регионе данные обсуждения только набирают обороты. Наклейка «Позовите Галю» появилась на дверях общественных заведений совсем недавно. Так называется проект, который направлен на защиту женщин от нежелательного внимания. На каждой наклейке находится специальный QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт проекта и ознакомиться с полной картой безопасных мест в городе. По словам работника одного из общественных заведений, случаи, когда посетительнице требовалась помощь, уже были. Пару раз в месяц бывают такие вот звоночки. Но вчера я заметил двух мужчин, которые уже были в довольно-таки нетрезвом виде и вели себя довольно-таки непристойно с девушкой, с одной, которая просто подошла к бару и сделала заказ. Один из них начал просто домогаться для него словесно, начал задавать какие-то вопросы неуместные. И потом, не знаю, начал замахиваться, что из нее. По задумке создателей проекта, это одна из тех ситуаций, когда посетительнице следует воспользоваться кодовой фразой «Позовите Галю». Если вы не чувствуете себя в безопасности и не хотите продолжать общение с агрессивным собеседником, обратитесь к сотруднику заведения. Услышав кодовую фразу, он нажмет на тревожную кнопку, и вам будет оказана необходимая помощь. Мы подойдем к человеку, объясним, чтобы он просто покинул заведение. Если что-то идет совсем не по плану, мы можем ее повесить через черный ход, вызвать охрану или вызвать полицию, в зависимости от ситуации. К сожалению, большинство эпизодов насилия над женщинами имеет бытовой характер и не придает согласке. Значительную роль здесь играет решение самих женщин не обращаться кому-либо за помощью. И несмотря на то, что общественные стереотипы о побоях и любви давно себя изжили, поделиться своей проблемой со специалистом готовы немногие. Вот знаете, когда раньше говорили «любьет, значит любит», уже такого нет. Уже люди все равно становятся более какими-то грамотными, умными, просвещенными. Редко женщины обращаются, потому что это страх. Страх, а человек, когда сталкивается вот с какой-то ситуацией, когда страшно, есть три реакции, да, то есть убегать, нападать или замирать. Вот жертва, она замирает, то есть она становится безвольной, она не может бороться, она не сопротивляется, не убегает, ничего, то есть она будет терпеть, да. То есть обращаются, как правило, за помощью это или родственники, или соседи, или дети, которые вот в этой семье присутствуют, которые даже вплоть до того, что и в полицию сами обращаются, и в опеку сами обращаются, говорят, что мы устали жить в этом кошмаре, пожалуйста, помогите. То есть мама там по каким-то причинам терпит, а мы вот хотим жить по-другому. Вот поэтому и статистика-то обращения не очень большая. И все это остается вот где-то там вот в рамках семьи. Наша следующая героиня попросила редакцию не показывать ее лицо, изменить имя, а только с соблюдением этих условий она согласилась рассказать свою историю. Все это началось еще дома, с детства, когда у меня мама вышла замуж за другого мужчину, и сначала до их свадьбы он оказался мне внимательным, заботливым, добрым. Как только они поженились, он начал меня бить, и мама тоже перехватила эту инициативу, и они вместе как бы начали надо мной издеваться. То есть настолько были сильные повреждения, что я с синяками ходила, с разодранным лицом, я ходила с тоналкой в школу, и мне было стыдно признаться, кто наносит мне эти вещи. Возможно, если кто-то из соседей помог бы мне, кто-то из родственников бы мне помог, возможно, понесли бы какое-то наказание отчиму мать. Но это все нарастало с каждым годом, и в конце концов я просто, как вышла из этой ситуации, я ответила отчиму, и я начала с ним драться на протяжении двух лет. То есть они переросли прямо в драке. И они меня били, я их била. Человек, живший подобной обстановке, будучи ребенком, зачастую сталкивается с последствиями пережитого опыта уже во взрослой жизни. Это происходит и с теми, кто был свидетелем домашнего насилия, и тем, кто систематически ему подвергался. Наша героиня именно так связывает свое прошлое и настоящее. По итогу это насилие перетекло в общение с мужчинами. Я как будто бы притягивала к себе вот тех мужчин, с которыми у меня начинались такие же отношения. До сих пор осталось это состояние, при котором я притягиваю чужие нервы и раздражения специально для того, чтобы меня как будто бы ударили. Праздновали Новый год, и я на него просто газированный напиток вылила. Что-то мне не понравилось, как он со мной поступает, говорит, обращается, на что он просто накинулся на меня и начал душить меня при людях, опять же таки, при знакомых, просто вот на диване. По словам специалистов, женщины, ставшие жертвой домашнего насилия, в первую очередь стоит обращаться в полицию. Помимо этого, на территории Рязанской области работает социальный центр «Семья», который оказывает помощь и поддержку пострадавшим. Можно обращаться в социальный центр, в наш центр, мы работаем с жертвами насилия, у нас есть гостиница, у нас есть отделение помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здесь у нас есть в центре такая возможность для женщин, они могут пожить, пока решается их проблема. Проживание и питание для детей в этом центре бесплатно. Также здесь работают юристы и психологи, чьи услуги в подобных ситуациях бывают крайне необходимы. Когда юристы им объясняют, когда юрист помогает, сопровождает, то есть идет сопровождение, там, оформление документов, тогда у женщины понимают, что да, я могу что-то сделать, я могу жить по-другому. Психологи, конечно, психологически нужно женщину подготовить, потому что нужно прожить этот конфликт. Специалисты по социальной работе сопровождают. И пока женщина проживает с детьми здесь, то есть этот вопрос решается. Согласно данным исследований консорциума женских неправительственных организаций, в России почти две трети этих убитых женщин являлись жертвами домашнего насилия. Если вы или близкие вам люди столкнулись с данной проблемой, не бойтесь обращаться за помощью. На экране указан номер телефона горячей линии 76 00 53. Вероника Кузьмина, Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».